Южная часть пляжа Майкао, самой длинной песчаной полосы на Пхукете. Именно ее первой видит большинство прибывающих на остров, еще с борта самолета. Ну вот, еще несколько сотен счастливчиков прибыли в тайский рай. Мы стремимся туда, где нам хорошо, туда, где нас ждут, где нам рады. Вот краткий ответ на поставленный в заголовке вопрос. Ну и, конечно, мы стремимся туда, где интересно, где есть динамика. А подтверждений того, что в Таиланде жизнь бурлит, предостаточно. Сейчас это трудно поверить, но каких-нибудь полвека назад никакой стационарной сухопутной переправы между континентальным Таиландом и его главной туристической жемчужиной, островом Пхукет, не существовало. Мост Сарасин, на котором я сейчас стою, был построен только в 1967 году. Но за последние десятилетия королевство сделало огромный туристический и экономический рывок вперед. Возможно, лучшее, хотя и не самое эстетичное доказательство тому, новый мост, построенный буквально в 10 метрах от старого. Он был возведен в 2011 году и гораздо шире своего предшественника. Каждым годом становится все больше торговых центров, офисных зданий, ресторанов, различных инфраструктурных объектов. Увеличивается количество аэропортов, рейсов, которые прилетают с разных стран мира. Это дорог вообще, я не понимаю, сколько километров новых построено, их постоянно строят. Я знаю, что тут очень много инвестиций, что тут очень много денег иностранных. Поэтому Таиланд в целом развивается, да. И особенно Пхукет развивается. Мы слышим каждый день. Юго-Восточная Азия сегодня – регион динамики и роста. Что ж, деньги, как и люди, стремятся туда, где им рады. Таиланд сегодня – это 26-е место в международном рейтинге ведения бизнеса. Рост ВВП почти 5%. Минимальная – около 1% безработица. Здесь действительно все чем-то заняты. Как удалось преобразить красивый, но откровенно небогатый остров? Тем более в жесткой конкуренции с не менее амбициозными соседями. Секреты в мелочах и в общем бизнес-подходе. Если пойти по пути наименьшего сопротивления, открыть тайскую компанию, неделя времени тебе нужна и пару тысяч долларов, 2-3 тысячи долларов. Таиланд очень хочет жить такой прогрессивной жизнью, бизнес-жизнью. Правительство Таиланда приветствует инновационные стартапы. И вообще инновации в разном виде, в разных отраслях. И есть даже такая у них здесь статус компании – board of investment. Грубо говоря, если вы, например, обрабатываете здесь фрукты каким-то старым способом, а вот компания новая приходит и начинает обрабатывать их, сортировать там по цвету, то это уже инновационная фишка. И вы можете подать документы и получить статус компании BOI и получить кучу льгот и пользоваться ими. Я уже получил сертификат BOI. Есть возможность основать компанию со стопроцентными иностранными инвестициями. И то есть со стопроцентной долей владения иностранцами. До этого этой возможности не было. И из-за этого есть льготы на налогообложение, есть возможность наема персонала без обязательного наема персонала тайского. Ну, в общем, очень много льгот это дает для ведения бизнеса здесь. Простота ведения бизнеса, конечно, здорово. Но она важна для избранных. Вот курортный кайф понятен всем. Вы можете перенестись из лютой зимы в комфортное лето. Аргумент на все времена. А экономический бум стал одновременно и причиной, и следствием интереса к Куркету. В сфере недвижимости это очень заметно. Довольно неожиданное впечатление, когда вы едете по обыкновенной тайской деревушке. Не самой бедной, но и далеко не самой богатой. И между двух лавочек, в которых продают кокосы, бананы и прочие фрукты, видите обыкновенный шоу-рум, на плакате которого надпись. И вот эта надпись не оставляет сомнений, кто будет потенциальным покупателем квартир в кондоминиуме, который строится буквально в 200 метрах отсюда. Недвижимость на Пхукете покупают россияне, покупают англичане, покупают китайцы. Это три самых многочисленных группы. Но вообще будущие собственники приезжают отовсюду, за неповторимым колоритом. Слушай, ну откровенно говоря, меня вот это удивило. Действительно едешь по такой тайской глубинке. Это же глубинка для Пхукета. Ну как глубинка? Это развивающийся район на самом деле. Да, здесь как бы национальный парк. Здесь ты сможешь встретить всякие лачуги такие тайские совсем, рукодельников всяких, какие-то там... Да, да, да. Ну вот там кафешка какая-то тайская. Вот здесь тайцы могут завтракать. А можешь там, кстати, мы немножко, если пройдем, там увидишь коров реальных, там пасутся прямо среди пальм. Ну такая экзотика, такая экзотика, это плюс для покупателя. Вот хочется, знаешь, какой-то цивилизации, или это не важно. Ну смотри, Филипп, я тебе хочу сказать, что в принципе в Таиланде, вообще в Азии это абсолютно нормально. Ты всегда можешь встретить, ты в Бангкоке, например, сможешь увидеть небоскреб, где будет Луи Виттон, стоять Бентли, Роллс-Ройсы, там и всякие разные суперкрутые тачки. И рядышком будут вот такие лачуги. Понимаешь? То есть здесь то же самое. Здесь может стоять пятизвездочный отель или вилла там за 40 миллионов долларов. А рядышком с ней по соседству будет стоять шалаш из камышей. Слушай, но при этом вот людей, которые живут в Луи Виттоне, это не смущает. Вообще не смущает. Это Азия. Добро пожаловать в Азию. Вот так, добро пожаловать. Приедешь сюда, сразу поймешь, что Таиланд вообще, и Пхукет в частности, это и на 100% отдых, и на 100% бизнес, и на 100% покупка недвижимости, а для кого-то на 100% работа на себя. В этом климате, под этим солнцем, быстро растет все. И фрукты, и идеи, и амбиции. Всем интересен Пхукет, что здесь есть что-то на любой вкус. Кто-то хочет более туристическую зону, кто-то хочет лежать один на пляже. Здесь это возможно. Ну да, комплексы потрясающие. Все здорово. Меня впечатляет, когда я выезжаю из Пхукета, меня впечатляют горы, которые просто из ниоткуда. Просто гора по средней дороге. Вот это, да, вот это прям впечатляет. Ну он красивый, конечно. Он свободный. Дает возможности. Наверное, человеку дает возможности не место, а какие-то внутренние вещи. Мне кажется, что Таиланд, в нем очень быстро исполняется то, что ты хочешь. Вот ты загадываешь, и оно случается.